Отгадайте загадку. Отгадаете? Приз будет? Кто-то отдает загадку? Приз. Хорошо. Вот река. Река листвует время. Река времени течет в двух направлениях одновременно. Из прошлого в будущее, из будущего в прошлое. Такая мистическая река. И маленькая рыбка плавает куда хочет там. А большой слон заходит, и она его и уносит. Почему? Загадка. Почему слона уносит, а рыбка маленькая плавает куда хочет. Свободно. А кто тебя спрашивает? Ты же знаешь ответ. Это загадка. Это качественная иллюстрация. Слон олицетворяет большое ложное эго. Большой человек, знаете. Но все большие люди смываются потоком времени, их никто потом не помнит. И даже смеются на них потом. И этого мы считали большим человеком. Сейчас всех правителей наших критикуют в прошлом. А когда-то их молились на них просто. Это большие слоны, которые вот река времени просто уносит. А маленькая рыбка, самые смиренные, говорится, самые скромные, самые духовные, ну, невинные, безобидные люди. Они в вечность попадают. Они свободно передвигают всю жизнь. И никто не может повторить ни одного их поступка. Хотя действуют они просто очень. Вот Иисус пошел на крест. Это же просто. Никто повторить не может уже 2000 лет. Ведь Он уже знал. Он видел будущее свое. Он знал, что будет. И кто предаст, его знал. И что распнут, его узнал. Он понимал, это его миссия. Он сознательно пошел на это. Никто не мог понять, что таким путем можно что-то распространить. Никто не понял его планов. Он знал, как жить во времени при помощи своих качеств смирения и жертвы большой любви. Так вот, что же мы с вами запланируем сегодня? Хорошие события на завтра? Или стать героями сегодня? Или те события, которые нас ожидают, мы не изменим. Но качество прожитых этих событий зависит от нас. Это наша жизнь. А события все уйдут в корзину. Река проносит всякий мусор и хорошие вещи иногда. А они просто приходят и уходят. Река проносит всякий мусор.